Всем привет, друзья, с вами ММА, ну что, наконец-таки дождались мы Бравл Толка, его не было в феврале, значит мартовый обещает быть бомбезным, и давайте не будем затягивать, но перед тем, как мы начнем, обязательно, ребят, не забывайте подрубать мой код ММА, спасибо большое всем, кто меня поддерживает, в общем, погнали смотреть. Всем привет, добро пожаловать на Бравл Толк, у нас есть целый список изменений, первое, это новый боец, который будет бесплатный с трофейной дорожки, второе, у нас есть новые испытания, и там будет подарок какой-то скин, и третье, это новый режим соревновательный, так что давайте посмотрим, они говорят, пора двигать, ну, пора так пора. Что за тигр? Суеты охота навести, это брат рикошета, по-моему, полетел. Так, у него палец, палец поджег, салюты, и все взорвалось. Сту, это новый персонаж, который будет бесплатным, давно не было персонажей бесплатных в трофейной дорожке, и теперь такой вот будет. Это робот, который тестирует аттракцион в Старк парке, и давайте посмотрим, что он дальше расскажет. Люди очень любят видеть его в трофейной дорожке, так что он оказался в стант-шоу. Он наш новый трофейный браулер, и его основные атакы, которые пиротехники, из-за его пальцем, и ты думаешь, что это просто, потому что они следуют как в трофейной дорожке, но, в общем, этот твист, это, что он заражает супер, а в общем, это чувак, который потом публике полюбился, потому что начал делать аттракционы, и поэтому он забросил эту тему с тестами, и пошел делать сам крутые трюки, и сейчас это перс, он кажется довольно-таки простым, но стреляет он петардами, и хоть одну петарду попадаешь, у тебя сразу заряжается ульта, это... Одна тыка, одна ульта, когда вы такого перса видели? Только один удар. Окей, и супер... Супер это дешевый, short range, левит трейл огонь behind it, и это нокбэк. И это приходит, особенно, Хенни, когда вы играете геймот, как Браул, говорит, говорит, что типа ульта особенно может помочь Браулболе, и после себя она оставляет небольшой след с огнем, реально прикольно, дал тыку, взял меч, скинул вперед, подлетел, это даже круче, чем Мортис будет, мне кажется, исполнять на нем можно будет лютые вещи, и посмотрите, ребята, он будет за 10к, если у вас есть 10к, то этот перс будет на изи ваше, кстати, интересная тема, что походу, как Эдгар, опять налетят, все у кого здесь капси соберут, и опять игра сломается, надеюсь, сервера выдержат, и такого не будет, и у него будет супер старский, о, ПСЖ, походу, что-то замечается, Динамайк, Динамайк ПСЖ, обалдеть, шелли была, а теперь Динамайк, а теперь Динамайк, что если проиграешь 4 раза, то все, вылетаешь, но нет, возможно, это будет не так, потому что ты можешь докупить еще попытку, у тебя будет 2 шанса проиграть, и пока что ты до этой попытки не вылетишь, Дани, Пауэрплей истошит, Пауэрплей, прощай, Пауэрплей будет перестроен нашим Пауэрлиг, силовая лига, блин, обалдеть, обалдеть, в общем, нюанс в том, что теперь она будет заменять полностью силовую гонку, силовой гонки больше не будет, там будет максимальный ранг, это мастер, самые крутые типы, как, наверное, Клэш Рояль, типа того, абсолютные чемпионы, типа того, и нюанс в том, что у вас сейчас какой-то есть рекорд, допустим, у нас там топ-10, топ-11 силовой гонки, и вот исходя из первого сезона нас закинут по рекорду, то есть если ты топ-1 силовой гонки, то ты там в первых днях будешь встречать самых лютых типов, и вот, а если ты рекорды не ставил по силовой гонке, то ты будешь где-то там сзади. Ты можешь играть соло или командой, обалдеть! Соло ты будешь играть только против соло, команда на команду, рандомно будет выбираться режим, и надо будет выиграть две каточки. Ууу, смотрите, система банов, обалдеть! Каждый перс может быть выбран только один раз, и, блин, а баны будут слепые, то есть ты не знаешь, кого банить твой соперник, ты только потом это увидишь, и вот она со статистика ботри, да, типа вот два раза затащил, все, до свидания. Если твои соперники будут очень жесткими, то ты будешь быстрее расти по прогрессу, то есть если ты нашел более сильных соперников, то быстрее накопишь поинты и пойдешь дальше. Ууу, смотрите, сколько! Кстати, это кучка новая, то есть раньше вот этого я не видел рисунка, раньше поинты были просто как летящие. А теперь куча малая, просто смотрите на это. Ууу, чу за, чу за перцы, это скин, это скин на пенни, а, смагло, мм, контрабанд. Понял. Короче, сказали, что будут эксклюзивные награды, значки для аккаунта, вот сейчас у меня значок, который я использую со старых времен, но будут еще и другие значки, которые будут доступны, когда ты будешь открывать лиги. И, помимо этого, будут возможности открыть скин, но, купить-то его все могут, но сначала нужно открыть эту возможность, потом ты выбираешь, нужны тебе эти расходы или нет, то есть 25к там или сколько там они сказали будет стоить, я не помню. Ну, короче, будешь ли ты на это тратить свои поинты или нет, решать тебе, но сначала, если ты хочешь купить, то сначала нужно открыть эту лигу. Сказали, что этот сезон будет немного коротким, потому что грядет скоро новый сезон Бравл Пасса, и когда этот сезон закончится, вот этих силовых, силовой лиги, после него будет длинный сезон на протяжении всего Бравл Пасса, то есть 10 недель. Фуф, и каждый сезон будет какие-то эксклюзивные награды, блин, придется теперь рубиться в силовую эту, но не гонку, силовую гонку, а силовую лигу вот эту. Лига откроется на 4 500 кубков плюс, и играть можно там вообще без лимита, сколько угодно. Кстати, интересный нюанс, может быть, потом даже на бомже пойду в соло, посмотрим там против соло игроков, как там вообще тащить. Круто, что ты не встречаешь Тиму, то есть если ты идешь соло, у тебя нет команды, то ты играешь так же против соло, ребят, а не так, что ты идешь там, испытания играешь, и тебя на Тиму кидают с нормальным пиком. Это офигенный нюанс, и посмотрим, как он вообще будет работать с рандомами. То есть у них тоже будут рандомы. Сказали, если хотите побольше узнать об этой всей движухе, то следите за создателями контента, то есть авторами Supercell, ну и в том числе за мной, ребят, так что подпишитесь, чтобы не пропустить. Это очень много всего было, и не в марте будет хот-зоны создателя. Ух, какие же там зоны будут, мне страшно представить. Я сада умею. Смотрите, бибиллианты, обалдеть, какой же бомбовый скин. Маск реально очень офигенно, типа дерзко смотрится. Я не знаю, вон атака с желтым показ, типа вот такой. Не знаю, как бабл будет выглядеть, мы это все затестим, когда будут сникпики. Но он очень борзый. Она похожа на 513, или как он там в хоккейной маске ходил. Анимированные пинцы и что-то еще, но не рассказали, что. Короче, спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, не забывайте пить водичку, чтобы сушняков не было. Окей, Фрэнк, чеклист-тайм. Are we going to have brawler named Kit? Are we releasing Brawl Stars 2? Timing is required in Showdown. Do you like Ryan? Is Frank your real name? Spike is getting a voice? Do you like pizza? How about a Piper skin for Danny? That would be great. Короче, в конце был рофл, ребят, но не спешите заканчивать ролик. Я для вас подготовил пару интересных моментов, которые вы могли упустить, либо вообще не видели. Я там раз 5-10 пересматривал Brawl Talk и все, что я увидел, скрытое, сейчас вам покажу. А по поводу того, что он сейчас спрашивал его, он рассказывал про вопросы касательно движухи с... Там всякие рофлы, знаете, самые популярные вопросы, когда будет voice у Spike, то есть голос у Spike, хотя Фрэнк ответил, что это не мой персонаж, у него голоса не будет. Это такая задумка. Там, когда создадут скин Пайпер для Дэнни и так далее. Ну, в общем, много рофл вопросов было. А теперь давайте посмотрим самое интересное, то, что мы могли пропустить. И отправляемся в 0.51. Вот, смотрите сюда. Вот, чуть-чуть даже назад. Смотрите, Амбер дает тычку по нему и она дается на 280. А раньше было 308, то есть забрали 28 с каждой пульки, учитывая то, что ты 10 тык дал и минус 280 хп. Это такая значимая ситуация, потому что часто иногда вот на лоу, именно после Амбера остаются персы, а теперь еще ты будешь бить немного меньше. Возможно, Амбер немного теперь ослабит, немного она теперь спустится на землю, потому что реально сумасшедший бравлер очень мозг парит, особенно под пустом. И вот здесь я чекал, думал, что что-то невероятное, но нет. Вот здесь появляется челлендж, роборубка, фуллон, это карта, которая даже есть сейчас, называется по полной программе, здесь ничего особенного, хотя я думал, что какие-то отсылочки есть, я думал, ну могли же просто вот это показать, но оказывается, ничего особенного, просто показали, как есть. Теперь, теперь у нас есть минута 50, вот они, ребят, может быть, пока там слушали его, смотрели на верхнюю часть, могли кто-то не увидеть, пропустить, когда ты выиграешь квесты, ты выиграл 50 матчей, тебе вот дают такую иконочку для твоего аккаунта, как и говорили, эксклюзивные иконки, и возможно эти иконки будут меняться каждый раз, будут новые, блин, это круто, потому что по иконкам задержки, не знаю с какого года, когда последний раз добавляют что-то в иконки, конечно, каждый перс, который выходит, он в иконку появляется, но это все равно не то, и вот здесь золотое есть, смотрите, это все, что видно здесь, ну дальше, смотрите, дальше это таблички нет, они же рядом стоят, значит пока что вот две мы точно видим, эксклюзивных значка, а какой, мне честно говоря, золотой прикольный, но серебряный тоже бомбезно выглядит, типа у этого коронка, да, типа покруче, но серебряный тоже, титан такой, да, как будто титан, окей, давайте погнали, теперь покажу, интересный момент, так, паузу, 2, 2, 46, вот ребята, вся эта награда плывет, и она, она очень резко обрывается, знаете, на какой секунде, ну тут даже тяжело перемотать, она резко, вот, вот здесь она обрывается, мы видим максималочку 25, я не уверен, что вот этот красный значок, это лига мастеров, это последний сезон, но возможно это так и есть, и я для вас посчитал, если вот взять эти 25к, вернуться вот сюда, в началочку, к этим 500, все, что мы видим сейчас в Бравл Толке, это максимальная награда в виде 138500, то есть почти 140к, за один сезон, конечно сезон будет-то длинный, но 140к, ё-моё, это миллион старпойнтов, можно копить на изи, тем более у меня практически там полляма, по голде чуть не достаю, и еще один интересный момент есть, его мы разберем сейчас вот здесь, вот он, вот он скин, казалось бы, что такого, ничего особенного, просто погаскин, но нет, у нас тут есть рядом Джесси, у которой 4200хп, а было 4, 480, в итоге забрали 280хп, возможно это чуть-чуть ее ослабит, потому что как раз таки, ааа, ага, взять Русса, без буста, 3 тычки по Джесси полной, и она погибает, а до этого она выживала, а с бустом она будет погибать еще быстрее, и таких примеров очень много, у Би-Би ничего не изменилось, у нее хп тоже, дамаг тот же, я даже чекал, знаете какие моменты, я даже чекал момент, сейчас вам покажу, вот здесь все проверял, ничего особенного, ничего не изменилось, где же, где этот момент, шеде-шеде, где было, где-то было шеде, пенни тоже проверял, а пенни все чешно, блин, я не вижу этот момент, там он очень короткий был, по-моему он был с персом, да, вот здесь, вот здесь я увидел Карла, у него 5 банок, чтобы проверить все эти теории, я даже пошел, в реальные бои, ну не в реальные, а с ботами, собрал 5 банок на Карле, чтобы убедиться, что у него хп не забрал, ух, окей, ребята, в общем, будем на этом подводить итоги, сегодня, чемпионат, сегодня будет очень жарко, так что обязательно следите, за всей движухой, с вами была Мама, всем удачи, и всем пока, ждем обновы, и не забывайте подписываться, потому что, скоро нас ожидает сникпики, как обычно, в общем, всем бай, и не забывайте, и не забывайте, Продолжение следует...